Зал на открытии доски. Гель Пал всегда считал ее ученицей своей, хотя она моя ученица. Они сидели в одной аудитории долгое время. Юлия Васильевна, конечно, провожала его в последний путь. Если бы не она, как и многие здесь присутствующие, это событие не было бы таким значимым с точки зрения наличия очень многих свидетельств о жизни и деятельности профессора Башарина. Я глубоко признателен всем здесь присутствующим. Вот мы не сказали, присутствует профессор Вишневский Владимир Миронович. Спасибо вам, Владимир Миронович, пришел. Владимир Васильевич Рыков здесь присутствует. У нас очень много почетных гостей. Если всех перечислять, да, можно вот по привидему просто. Александр Иванович Громов, один из первых учеников профессора Башарина. Всем большое спасибо, что вы пришли, коллеги. Член-корреспондент Ран Смелянский, Руслан Леонидович. Да, это я первый ряд смотрю на первые ряды. Дмитрий Борисович Гнеденко. Дмитрий Борисович Гнеденко. Да, Дмитрий Борисович, вы очень скромно сели. Пройдите, пожалуйста, в президиум, в центр. Да, да, вот там, где моя фамилия, а я там рядом сяду. Дочь Геля Павловича, Марина Гелевна, здесь слушает нас. Пришел Андрей Леонидович Толмачев. Здесь не только Андрей Леонидович из учеников Геля Павловича. Он ученик Геля Павловича и брат Игоря Леонидовича Толмачева. Вот появился Диарт Владимир Юрьевич. У нас очень сегодня хорошая компания, да, но все-таки давайте перейдем к коротким докладам, который вот мы, Оргкомитет, решил вот в таком порядке сделать. Обращаясь к студентам современным, да, вы многого можете не понять, вы просто слушайте, да. Когда-то у вас это все вот такими слоями отложится, и вы будете вспоминать этот день так, как мы вспоминаем то, что было до него. Все, Юлия Васильевна, я вам предоставляю слово. Пожалуйста. Спасибо, Константин Евгеньевич. Спасибо. Дорогие коллеги, дорогие друзья, для нас сегодня знаменательный день. Мы открыли мемориальную доску и мемориальный кабинет музея профессора Башарина. И мы, мемориальный кабинет работал и раньше, в годы пандемии, мы показывали его своим студентам, я их, по крайней мере, приводила перед началом своих лекций по математической теории телетрафика, но теперь это уже открыто официально. Для нас на кафедре, в первую очередь, Гелий Павлович основатель школы математической теории телетрафика. И вот этот портрет, который сейчас на слайде, он с учебника лекций по математической теории телетрафика. Этот учебник трижды переиздавался, и сейчас до сих пор мы читаем лекции по нему, студенты занимаются по этому учебнику. И это не случайно, потому что те модели для анализа показателей качества сетей связи, тогда еще проводной связи, а сейчас уже беспроводной связи, которые Гелий Павлович строил, анализировал, разрабатывал, они оказались востребованными и сейчас. И те схемы распределения ресурса, буферной памяти узла коммутации, или системы спутниковой связи, системы с приоритизацией, системы с резервированием, они сейчас применимы для новых современных задач, которые возникают в сетях беспроводной связи пятого поколения и будущего шестого поколения. Гелий Павлович родился 1 ноября 1927 года. Его дед Петр с Урала, из Каменско-Уральского, из Старообрядцев. В семье была дочь и три сына, в том числе Павел Петрович, отец Гелия Павловича, мама Людмила Георгиевна, из города Севска, Брянской области, из семьи священника. Познакомились родители в Московском институте геодезии, аэросъемки и картографии. И, окончив мигаик, отец, кандидат наук, преподавал там астрономию. Оставила здесь детские фотографии Гелия Павловича. Они очень трогательные. Они были переданы нам из семейного архива дочерью Гелия Павловича Мариной Гелиевной. Большое спасибо, Марина, за то, что храните память отца. И такие фотографии всегда очень интересно смотреть, свидетельство времени. Есть школьные фотографии Гелия Павловича. Что я заметила? Гелий Павлович на всех групповых фотографиях всегда в первом ряду. Вот здесь он четвертый сидит, здесь с мечом. И на этой фотографии 41-го года он тоже в первом ряду. Гелий Павлович рассказывал, что в военном 41-м году, когда семью собирались эвакуировать, он всерьез планировал, как сбежит с поезда и останется в Москве и будет организовывать диверсии против захватчиков. Ну а вот это уже победный 45-й год и аттестат зрелости с золотой медалью. И этот аттестат дал возможность Гелию Павловичу без труда поступить на механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова. Вот такие крупные ученые, вот такие математики читали лекции Гелию Павловичу. Но вот он с особой теплотой отзывался о лекциях Александра Яковлевича Хинчина. И я думаю, может быть, и это определило то, что после ухода с военной службы он пришел, нашел себя в теории массового обслуживания. Ну и я уверена, что Гелий Павлович приемы, которые Александр Яковлевич применял при чтении лекции, наверняка перенял. Потому что Гелий Павлович был прекрасным лектором. Я его лекции по теории вероятностей слушала. Вот такие имена я запомнила от Гелия Павловича со студенческих времен. С кем-то Гелий Павлович ходил в турпоходы, с кем-то ездил на научные конференции, с кем-то просто дружил до конца дней. Ну и вот здесь на этой групповой фотографии вы видите Гелия Павлович опять на первом плане. Вот он всегда хотел быть лидером и был лидером. А здесь он еще студент, молодые фотографии. А вот здесь уже аспирант в военной форме, потому что аспирантуру в аспирантуре Гелий Павлович учился в высшей школе криптографа в закрытой аспирантуре. И вот эта фотография, она особенная. Эта фотография подарок нам от наших коллег из музея криптографии, института криптографии и связи Академии ФСБ Российской Федерации. Мы благодарны коллегам за то, что они хранят память о нашем учителе. Гелий Павлович не рассказывал об этом периоде жизни, в своей жизни. Я только когда увидела эту фотографию, поняла, что те фамилии, на которые он иногда кивал, вот они были оттуда, это были знакомства оттуда. Например, Павел Николаевич Голованов, он сейчас хранитель музея криптографии, друг Гелия Павловича. Лев Яковлевич Савельев, он уехал в второй ряд, он преподает в Новосибирском государственном университете. Тоже дружили, по словам, по свидетельству дочери, дружили до конца дней. Владимир Николаевич Сачков, я помню, что я принесла учебник по дискретной математике Владимира Николаевича Сачкова. Гелий Павлович кивнул, сказал, да, я его знаю, хороший учебник. То есть вот тогда я сейчас понимаю, откуда у Гелия Павловича были эти знакомства. Кандидатскую диссертацию Гелий Павлович защитил под руководством Владимира Яковлевича Козлова, член-корреспондент РАН, действительно член Академии криптографии Российской Федерации, и один из основателей Академии криптографии. И основные математические результаты его диссертации на тему критерий согласия Хи-квадрат для обнаружения зависимости марковского типа были рекомендованы к публикации в докладах Академии наук Андреем Николаевичем Калмогоровым. И Андрей Николаевич Калмогоров выступал на предзащите докторской диссертации Гелия Павловича и подписал отзыв от механико-математического факультета МГУ. Это последняя фотография Гелия Павловича в военной форме. Здесь закончилась военная часть его жизни. Но на соседании президиума Академии криптографии в 1997 году, это к 70-летию Гелия Павловича, было отмечено, Гелия Павлович Башарин, работая в специальной службе, получил глубокие результаты в области теоретической криптографии. Некоторые математические результаты, полученные им после ухода из специальной службы, также имеют важное значение для криптографии. И я знаю, в 2002 году в МГУ была конференция, вклад Московского университета в развитие криптографии России, и вот в нескольких докладах там упоминалось имя Гелия Павловича Башарина. То есть коллеги помнят результаты, которые Гелий Павлович Башарин получил. Ну вот, чтобы перейти к следующей гражданской части жизни Гелия Павловича, ставлю этот слайд, научные корни. Вот так мы понимаем научные корни нашей школы математической теории телетрафика. И здесь не только те фамилии, которые я вам уже называла, которые уже прозвучали. Здесь есть и Юрий Васильевич Прокоров, который на два года младше Гелия Павловича. И здесь есть Борис Александрович Севастьянов, Башарина и Севастьяновы дружили с семьями. И, конечно же, Борис Владимирович Гнеденко, о котором я позже еще скажу. У Гелия Павловича две дочери. Наташа окончила МИЭМ, а Марина, старшая дочь, окончила МИЭМ, институт связи. Ну а здесь близкие Гелия Павловича. Это друзья, семья Бориса Александровича Севастьянова, с которой в байдарочные походы они ходили. Семья Льва Николаевича Королева, они друг другу бывали в гостях друг у друга и плотно общались. Павел Николаевич Голованов и два самых близких ученика Гелия Павловича. Это старший ученик Гелия Павловича, Павел Петрович Бочаров. И Константин Евгеньевич Самойлов, который сейчас является действующим руководителем школы по математической теории телетрафика. После ухода, после увольнения из военной службы Гелий Павлович пришел работать в лабораторию по развитию научных проблем проводной связи Академии наук СССР. И из воспоминаний Иосифа Абрамовича Овсеевича, вот в этих воспоминаниях тоже пять раз встречается фамилия Башарин. И лаборатория Анатолия Демьяновича Харкевича по теории коммутации телетрафика, где работал Гелий Павлович, занималась развитием методов распределения ресурсов в сетях связи, системах коммутации, в том числе управлением сетями связи и теорией телетрафика. И задачи, которые решала эта лаборатория, имели четкий прикладной характер. Ну, например, тогда появлялись 50-60-е годы, появлялись координатные автоматические телефонные станции. Ну и, например, в этой лаборатории была разработана схема группообразования для координатной телефонной подстанции. И на основе этой схемы эта схема была использована для производства реального оборудования, то есть серийной аппаратуры в промышленности. Гелий Павлович и нам всегда говорил, гордитесь тем, что вы прикладные математики. С одной стороны, вы должны не снижать четкость, строгость математических доказательств, вы должны это знать, уметь делать, следить за этим. Но с другой стороны, вы должны решать прикладные задачи. Гордитесь тем, что вы сидите на двух стульях. Вы с одной стороны математики, а с другой стороны инженеры. Ну вот так мы стараемся воспитывать и наших студентов. Сейчас, пользуясь заветами Гелия Павловича, недолгое время поработав в НИК, в Центральном научном институте комплексной автоматизации, Гелий Павлович пришел в РУДН в 1963 году, и здесь в РУДН он проработал до конца жизни. На одном из стендов в мемориальном кабинете есть вот такая вот таймлайн, временная шкала, которая показывает, как наша кафедра прикладной информатики и теории вероятностей и институт прикладной математики и телекоммуникаций двигался вот к тому месту, которое он сейчас занимает в РУДН, от года основания РУДН от 60-го года до наших дней практически. И вот эту траекторию нам фактически прочертил Гелий Павлович. Он пришел на кафедру математического анализа и читал все курсы вероятностного цикла, теорию массового обслуживания, дискретную математику, ну и потом уже современные разделы математической теории телетрафика. Вот так двигался Гелий Павлович на кафедру вычислительной математики и теории вероятностей, потом опять кафедра вычислительной математики потеряла свою вторую приставку теории вероятностей, потом образовалась в 90-м году кафедра теории вероятностей и матстатистики под руководством старшего ученика Гелия Павловича, Павла Петровича Бочарова. Ну только вот эту часть Гелия Павлович не затронул, вот это его вертикаль и наша вертикаль. И со своими аспирантами и студентами Гелий Павлович занимался анализом показателей качества предоставления услуг в сетях связи. Строил модели, анализировал их вероятностно-временные характеристики. Здесь показаны результаты, основные результаты докторской диссертации Гелия Павловича, которую он защищал в Московском электротехническом институте связи. И вот здесь вы видите ту самую матричную прогрессию. Это основной результат, который вошел потом в монографию БХШ по трем первым буквам фамилии авторов. Это тот результат, где Гелия Павлович и его ученики превзошли знаменитого Марселя Ньюца, который работал в области матрично-геометрических методов. И американцам пришлось это признать. Об этой публикации, об этих результатах подробнее расскажет Константин Евгеньевич, профессор Самула в своем докладе. А я упомяну еще об одной публикации, которая стала результатом предыдущего. В 1995 году ученика Гелия Павловича Валерия Сентьевича Наумного пригласили на первую международную конференцию по матрично-аналитическим методам. МАМ. Она проводилась в городе Флинт, штат Мичиган, США. И Валерий Сентьевич сделал доклад, где представил эти результаты, которые фактически показали первенство советских и российских математиков в этой области. Ну и знаком признания этого стало то, что Валерий Сентьевич и Гелия Павловича пригласили написать вот эту статью «Жизнь и работа Маркова» для журнала «Линейная алгебра и приложения», где Гелий Павлович как раз и вспомнил, наверное, материалы, те самые энграммы последовательности гласных и согласных, которые Андрей Андреевич Марков анализировал по тексту романа Александра Сергеевича Пушкина и Евгения Онегин. В 1970-х годах на физмате РУДН сформировалась группа математиков-пригладников под руководством Гелия Павловича Башарина. И в 1974-1992 годах Гелий Павлович руководил рядом коздоговорных работ для крупных организаций, для ЦНИС, для гиперосвязи, для ленинградского НПО «Красная Заря». Ну вот ЦНИС, конечно, в этом ряду занимает особое место. Можно сказать, что под руководством Гелия Павловича в ЦНИС была создана школа по сетям сигнализации, потому что очень много защит кандидатских диссертаций прошло как раз по этим результатам. Особенную роль в судьбе Гелия Павловича сыграл Борис Владимирович Гнеденко, заведующий кафедрой теории вероятности Мехмата МГУ, который принял свою кафедру из рук Андрея Николаевича Колмогорова. И до сих пор играет такую роль, потому что в 2012 году на конференции, посвященной столетию Бориса Владимировича Гнеденко, которую проводила кафедра теории вероятности Мехмата под руководством Альберта Николаевича Ширяева, Гелия Павлович представил нас, молодежь и меня в том числе тогда, математикам, с которыми мы до сих пор поддерживаем контакты и сотрудничаем. И там вот лично я познакомилась с Ларисой Григорьевной Афанасьевой, безвременно ушедшей в августе этого года, с Екатериной Вадимовной Булинской, с Коваленко, с Морозовым, с Циашвили, с Зейфманом, с Томской школой, с Горцевым Александром Михайловичем, с Назаровым, с Сущенко, которые стали сопредседателями нашего семинара, со Светланой Петровной Месеевой. Вот таким образом Гелий Павлович нас ввел в этот круг общения. А вот эти две фотографии, они из книги воспоминаний Бориса Владимировича Гнеденко. И здесь Гелий Павлович, это ГДР, Германская демократическая республика, да, вот Борис Владимирович Гнеденко в центре с Гелем Павловичем и с Геннадием Павловичем Климовым. И здесь тоже Борис Владимирович в центре, а Гелий Павлович в первом ряду. В Германской демократической республике советских математиков принимал Дитер Кёниг. Вот он. И результатом этой поездки стал большой двухтомный справочник по теории массового обслуживания. И авторами были 21 советский и немецкий математик. И несколько глав в этой книге были написаны Гелем Павловичем и его учениками. Павлом Петровичем Бочаровым, Владимиром Александровичем Кокотушкиным, Валерий Арсеньевичем Наумовым и профессора Рыкова тоже есть главы в этом справочнике. Кроме того, Борис Владимирович курировал написание Гелем Павловичем вот этой книги, пособие учебного пособия по теории вероятности, по которой я учила теорию вероятности и мы учим теорию вероятности, наших студентов учим теории вероятности. Московский электротехнический институт связи, отраслевой вуз. Ну и для нас это, конечно, в первую очередь профессор Пшеничников, Анатолий Павлович, Константин Евгеньевич, Гелий Павлович. Это те три профессора, которые в 2009 году решили открыть, основать этот семинар. По рассказам Гелия Павловича я помню, что он принимал участие в комиссиях, где обсуждалась терминология из теории телетрафика. Вот Ольга Николаевна Иванова, первая заведующая кафедрой автоматической электросвязи, она очень много посвятила, большую часть своей жизни посвятила стандартизации. И вот именно тогда на этих комиссиях и появились термины теория массового обслуживания, а не теория очередей, перевод с английского кьюин-сеории. И телетрафик на русском с одним «ф», в отличие от созвучного англоязычного термина. Возвращаюсь в РУДН на кафедру теории вероятности и математической статистики, которая в 1990 году была организована, получила самостоятельность. И заведующим кафедрой стал Павел Петрович Бочаров. Он человек очень активный, очень энергичный, и он собрал, деятельный, собрал ученых, с которыми вел научные исследования. И Келли Павлович проработал на кафедре 6 лет до 1996 года, а потом ушел на кафедру систем телекоммуникации, которую заведовал Константин Генич Самойлов. Но вот этот период жизни, он для страны был такой, после распада СССР начала развиваться страховая финансовая математика. И Келли Павлович ушел в эту новую область, он всегда хотел быть первым. Вот здесь он попробовал себя, и он был первым. Первый учебник, рассчитанный на очень широкий круг читателей, был издан в 1997 году, потом неоднократно переиздавался. И в стране несколько лет не было других книг, это была единственная книга, по которой можно было учить, причем не обязательно студентов, можно было учить даже школьников. И Келли Павлович сам ввел занятия в финансово-экономическом колледже недалеко от своего дома, от Выхина, где жила семья Башарина. Ну, Келли Павлович, если смотреть на страницу поощрения и награды в трудовой книжке Келли Павловича, то там очень много записей о премиях, о грамотах, о каких-то поощрениях. То, что важно для нас, это то, что Гелли Павлович почетный профессор РУДН и ветеран РУДН. Это вот те звания, которые относятся к РУДН. Смотрю на часы, но самое главное, что принес Гелли Павлович РУДН, это люди, я считаю, что это люди. И вот в 1965 году была первая защита в Довино, в 2015 году последняя защита аспирантки Гелли Павловича Русиной надежды. Вот за эти годы он подготовил 23 кандидата наук и 4 человека, 4 кандидата наук за 4 докторские диссертации. Но главное, трое учеников Гелли Павловича стали заведующими кафедрами в РУДН. Это вот подарок Гелли Павловичу РУДН. Здесь основные труды Гелли Павловича Башарина. Ну вот про два из них вы услышите на следующих докладах. Это второй, вторая публикация Константин Евгеньевич расскажет. И девятая публикация расскажет Ирина Андреевна Кочеткова на одном из следующих докладов. Здесь важные результаты, полученные Гелли Павловичем и его учениками. Фамилии учеников выделены. Вот эти результаты были получены в рамках вот этих пяти направлений, которые здесь показаны. Я рада сообщить, что совсем недавно на последнем ученом совете научная школа математической теории телетрафика РУДН была утверждена в нашем университете. Я всех нас с этим поздравляю. Основателями школы являются профессор Башарин и профессор Бочаров, действующим руководителем профессор Самойлов. Известно, что школа сильна не теми учениками, которые остались, а теми, которые вылетели из гнезда и славят свою школу «Альма-Матер вовне». Мы благодарны тем ученикам, которые поддерживают кафедру, поддерживают школу. Мы благодарны тем ученикам, которые здесь в зале. Вот я смотрю на пришедших на наших гостей. И мы благодарны тем, кто присоединился дистанционно. Но вот здесь на слайде вы сейчас видите тех представителей, тех учеников Гелия Павловича, представителей школы математической теории телетрафика, которые работают на кафедре Константина Евгеньевича Самойлова сейчас. 22 человека. Пролистаю результаты, подробные результаты по докладу Валерия Васильевича Наумова. Вот его фотография была здесь на слайде. И Константин Евгеньевич Самойлова. Этот доклад Валерий Васильевич делал на заседании нашего семинара «Современная телекоммуникация и математическая теория телетрафика» на 100-летие Анатолия Демьяновича Харкевича в 2017 году в ИПИРАН. Я скопировала эти слайды для того, чтобы вы увидели, перед глазами, перед вашими прошли математические результаты. Я рада, что сейчас открыт мемориальный кабинет библиотека. Здесь мантия, здесь какие-то артефакты, связанные с жизнью Гелия Павловича. И книги, которые Марина Гелия, мы вам очень благодарны за дар, передала в дар на кафедру Российского университета дружбы народов. Библиотека Гелия Павловича здесь. И самые ценные книги кафедры мы тоже храним в этой библиотеке Гелия Павловича Башарина. На стенах вот такие стенды. Можно будет прийти, посмотреть историю жизни. Очень тепло вспоминали коллеги Гелия Павловича. Но я, пожалуй, одну только зачту фразу. Последнюю профессор Цицаашвили Гурамис Шалович сказал. Лучшим, что мы можем сделать в память Гелия Павловича, это продолжить его работы по моделям теории телетрафика. И завершаю я вот этим слайдом. Вы знаете, людей обращаются к памяти людей, помнят людей, обращаются к их памяти, когда называют их имена. И вот имя Гелия Павловича мы называем каждый раз, когда с 2009 года открываем каждую последнюю пятницу месяца традиционно наш семинар научный, межвузовский семинар современной телекоммуникации и математическая теория телетрафика. Вот спасибо председателям семинара, спасибо ученому секретарю Светлане Петровне Моисеевой за то, что Гелий Павлович до сих пор в памяти, и пусть он остается в нашей памяти навсегда. Спасибо. Гелия Васильевна, конечно, фантастически коротко сделала доклад свой, это ясно нам, да? Я не знаю, работает ли у меня микрофон, но мы перейдем, сейчас будем идти дальше по докладам. Теперь слово предоставляется профессору Степанову Сергею Николаевичу, вот он нам представляет вообще российскую школу теории телетрафика. Я вам должен сказать, что Гелий Павлов свою школу называл направлением математической теории телетрафика. В чем дело? Он, словом математика, отгораживался от технологий. Говорит, меня не интересует, как там развиваются эти системы сто лет, да? Самое главное – формулы. А эти формулы должны жить долго, как формула Ирланга, да? Ну, а Сергей Николаевич нам сделает доклад, связанный с теорией телетрафика и с той частью его жизни, которую он прожил в этой науке. Сергей Николаевич, все. Спасибо большое за предоставленную возможность выступить. И мы помним, что Юлия Васильевна перерасходовала наше время. Ну, я тоже. Я не виноват. Я буду следовать ее примеру. Ну, спасибо большое за то, что вы мне доверили выступить с докладом на таком замечательном мероприятии. Я уже выступал немного, вот когда открывали мемориальную доску. Ну, вот повторюсь, поскольку здесь народ собрался. Слышно меня, да? Нормально? Микрофон. Нормально меня слышно? Да. Слышно, хорошо. А, так лучше, да. Спасибо большое. Ну, вот, конечно, много слов было сказано Агеле Павловичу вот в предыдущем выступлении. Он, конечно, очень много сделал для остановления математической теории телетрафика в рамках РУДН. Но созданная им школа успешно работает и сейчас под руководством нового лидера, профессора Константина Евгеньевича Самылова. Ну, во многом, благодаря усилиям Гелия Павловича, результаты советской школы по телетрафику ценились в мире. Я бы это хотел отметить особенно. Мне кажется, что вот этот успех школы по телетрафику в таком мировом масштабе получился также не только потому, что тут работали отдельные ученые, а то, что они были связаны между собой вот семинарами, школами-семинарами, на которых мы регулярно встречались. И в теории телетрафика работали специалисты самой разной профессиональной подготовки математики в лице Гелия Павловича и вот инженеры. Инженеры такие, как Анатолий Демьянович Харкевич, который уже упоминали мы, как Анатолий Павлович Пшеничников, который сейчас успешно работает в МТУСИ активно. И вот этот симбиоз математики, инженеров, он порождал хорошие результаты, потому что математики не уходили в сторону от практических приложений, им просто не давали это делать. А инженеры получали такие формализмы, которые давали возможность решать задачи планирования на достаточно высоком научном уровне. Я не являюсь формальным учеником Гелия Павловича, но как-то по жизни у меня очень много пересечений с ним было. Я уже говорил о том, что первая моя научная статья в серьезном журнале была рецензирована Гелия Павловичем. Потом он был оппонентом на моей кандидатской диссертации, на докторской диссертации. И сейчас я выяснил, что Борис Александрович Севастьянов, который был хорошим знакомым Гелия Павловича, он в МГУ был моим научным руководителем по диплому. Так что я шел параллельным курсом с ним. Очень тепло Гелия Павлович отнесся также к книгам, которые я там выпускал в свое время. Книга «Основы телетрафика мультисервисных сетей связи». Она вышла в 2010 году. Он как-то хорошо написал рецензию в журнале «Электросвязь». Потом как-то звонил мне несколько раз и обсуждали результаты полученные. Я воодушевился таким теплым приемом и написал еще одну книгу, которая в два раза толще была. Она была мотивирована во многом тем той оценкой, которую я получил от Гелия Павловича. Переходя к теме своего выступления, я очень кратко расскажу о результатах, которые были получены в анализе мультисервисных узлов доступа. Мультисервисный узел доступа – это один из основных элементов мультисервисных сетей связи. И огромное количество работ существует в этой области. Если посмотреть шире, то модели мультисервисных узлов доступа, те результаты, которые для них были получены, их можно также использовать и для других сервисных служб, там, где распределяется ресурс между пользователями. Это дата-центры, колл-центры, системы облачных вычислений. Так что здесь область применения очень большая. Ну, понятно, что мультисервисный узел доступа как объект очень сложный, и поэтому большинство результатов тоже очень сложные. И это создает какие-то трудности в применении их для практических приложений. И вот мне хотелось бы в своем кратком наступлении рассказать о двух результатах, которые, на мой взгляд, просто простые, понятные, и в то же время достаточно строгие, и их можно использовать при решении задач планирования ресурса этих мультисервисных узлов. Ну, как выглядит мультисервисный узел, функциональная модель, она здесь показана. Это ресурс, который делится между пользователями. Есть различные потоки, которые поступают. Они мультисервисные, потому что заявки этих потоков требуют разный ресурс, поэтому их должны различать. Кроме того, что они требуют разный ресурс, они могут по-разному обслуживаться с точки зрения доступа к ресурсу, поэтому мультисервисный характер здесь присутствует. Ресурсом здесь является битовая скорость, значит, единица ресурса, виртуальные каналы, это минимальная потребность скорости передачи информации от поступающих заявок. Если говорить о узлах доступа фиксированной связи, там все понятно, это битовая скорость. В сетях беспроводной связи битовая скорость, она тоже нужна пользователям, которые получают услуги, но ее выражение в битовой скорости зависит от особенностей формирования радиоинтерфейса и эти особенности надо отдельно обсуждать. Ну вот здесь приведены первые формальные параметры, которые связаны с отслуживанием заявок. Это число виртуальных каналов В и требования к ресурсу БК. Они легко получаются после анализа скорости, который предоставляет ресурс узла доступа, и требований к скорости от поступающих заявок. Дальше, значит, следующий шаг, это уже математическая модель. Я рассматриваю мультисервисный узел, так называемую мультисервисную модель Ирланга. Она является прямым его общением моносервисной модели Ирланга. Здесь поступающие потоки характеризуются тремя параметрами. И интенсивностью поступления заявок, требованиям к ресурсу и временем удерживания этого ресурса. Ну, обычно при построении модели и анализа предполагается, что время обслуживания имеет экспоненциальное распределение со своим параметром. Но результаты, которые для модели получены, они верны и для любого распределения времени обслуживания, лишь бы оно было одинаково для всех поступающих заявок. Одинаково моделировалось. Ну, дальше вот есть формальные приемы, как эту модель исследовать. Строится марковский процесс, определяется пространство состояний, вводятся границы под пространство состояний, где заявки поступающие получают отказ и так далее. Ну, опять-таки, стандартным образом мы можем записать характеристики обслуживания заявок, долю потерянных заявок и средний объем занятого ресурса. Все эти характеристики выражаются через вероятность отдельных состояний модели. Модель эта хороша тем, что для нее выполняется свойство мультипликативности. Из этого следует, что нам не надо составлять и решать систему уравнения равновесия. Но значение вероятности можно получить из этой формулы. Эта формула, ну, она, понятно, что ее можно использовать для небольших моделей, ну, для моносоверностной модели, в частности, полученная формула Ланга, получается из-за этого соотношения. Но когда мы начинаем увеличивать число потоков или число каналов, у нас быстро растет число состояний, и расчеты даже с помощью компьютера становятся проблематичными. Вот здесь я показал в таблице, как меняется число состояний с ростом числа каналов или числа потоков. Здесь вот для тысячи каналов и пяти потоков уже три миллиарда состояний в системе уравнения равновесия. Ну, поэтому мультипликативность здесь прямой не используется для оценки характеристик модели, но она служит основой для создания рекурсивного алгоритма. Вот этот рекурсивный алгоритм, он, получается, там несложными преобразованиями исследует свойства марковского процесса, который описывает функционирование модели, и он приводит вот к такому простому соотношению, которое здесь представлено. И это соотношение дает нам возможность вычислять вероятности не микросостояния, а макросостояний, используя вот эту рекурсию. То есть получилось, что результат очень простой, и все характеристики модели могут быть найдены вот из таких простых формул. Ну, казалось бы, на этом можно остановиться и использовать этот алгоритм для решения разных задач, связанных с оценкой характеристики планирования ресурса. Ну, вот здесь я перечислил те задачи, которые могут быть решены, когда есть модели, и когда есть алгоритм оценки характеристик, то можно анализировать зависимость характеристик от параметров, например. Можно анализировать процедуры, которые направлены на повышение эффективности занятия ресурса. Можно решать задачи классические планирования, когда требуется оценить объем ресурса по заданному объему трафика и показателям качества обслуживания, и обратные задачи, когда оценить максимальный объем трафика, который может быть обслужен с требуемым качеством возле доступа с фиксированной скоростью передачи. Ну, и последние вот результаты, связанные с узлами доступа, это анализ разного рода процедур, направленных на условия по созданию условий по дифференцированному обслуживанию поступающих заявок. Вот процедура слайсинга, разные ее варианты. Вот эта необходимость решения таких задач связана с тем, что мультисервисный трафик, если его не контролировать, он начинает захватывать ресурсы, ну, не так, как хотелось бы оператору, например. И чтобы выдержать необходимые условия обслуживания, надо ограничивать доступ заявок. Ну вот, дальше мне хочется рассказать о двух простых результатах, которые, мне кажется, интересны в том плане, что они простые, но в то же время направлены на решение таких классических задач, связанных с применением мультисервисных моделей. Вот, как я уже отметил, что если есть модель, то можно поиграться с входными параметрами, посмотреть, как характеристики зависят от изменения этих параметров. И, может быть, открываются какие-то свойства, которые на самом деле вначале не кажутся очевидными. Вот, давайте посмотрим, ну, как зависят характеристики доли потерянных заявок, мультисервисного доступа в зависимости от изменения предложенного трафика на одну канальную единицу. Значит, предложенный трафик на одну канальную единицу – это потенциальная загрузка ресурса делить на число каналов. Напоминаю, что каналы – это нереальные каналы, это некие виртуальные каналы, которые мы вводим, чтобы нам упростить процесс моделирования. А1 – это потенциальное количество соединений при обслуживании трафика первого потока. АВ1 – то количество каналов, которые этот поток занимает. То есть вот это загрузка одного канала. Ну, если посмотреть на эти кривые, то, ну, понятно, как они себя ведут. С ростом нагрузки потери растут, ну, и при этом максимальные потери имеют заявки четвертого потока, у которых максимальное требование к ресурсу. Ну, вот такое соотношение, оно следует вот из определения доли потерянных заявок как суммы вот этих вероятностей с максимальным занятым ресурсом. То есть мы суммируем здесь БК вероятности, у которых ресурс максимален. Так, ну вот эти все результаты, они как бы ожидаемы, и они так на самом деле очевидны. Вот давайте мы изменим метрику, метрику, по которой мы рассчитываем характеристики. Вместо доли потерянных заявок ПК рассмотрим такую вот приведенную вероятность ПК деленную на БК, ПК-штрих. И вот эти кривые, значит, показаны на этом слайде. Для тех же самых параметров, которые здесь были, использовались при построении этой картинки. И мы видим, что здесь вот какой-то интересный метаморфоза произошла. Вот в районе загрузки на равной единице у нас вот эти все кривые, так сказать, выровнялись по уровню, да, они не стали равными, они не пересекаются в одной точке, но стали крайне близкими. И у нас поменялся характер расположения этих кривых. Кривая с максимальным, кривая, которая соответствует приведенным потерям, с максимальным занятым ресурсом, здесь максимально, и дальше они убывают по степени убывания требования к аналам от поступающих заявок. А здесь все наоборот произошло. Вот такое вот интересное соотношение. И оно выполняется и для других наборов входных параметров. Первое, что приходит в голову, надо попытаться как-то объяснить, почему так и не иначе. Ну вот это можно объяснить, оказывается, если перейти к анализу поведения вероятности занятости определенного числа каналов И, и это число занятых каналов, ну вот во всем диапазоне изменения И. И вот если мы отложим в этих осях координат величину ПИ, и для большей ясности мы ее отнормируем по максимуму, то мы видим, что они ведут себя примерно вот таким образом. А следующее, что надо заметить, это то, что вот когда мы рассчитываем вероятности потерь по этой формуле, то количество вероятности, которые используются для оценки потерь, равно БК. То есть это БК вероятности с максимальным занятым ресурсом. Здесь у нас БК максимальное равно 20. И вот эти все вероятности от 80 до 100, они сосредоточены вот в таком утеньком интервале. То есть можно сказать, что величины ПИ для интервала от 80 до 100 примерно равны между собой. Ну, можно считать, что они равны какому-то П. То есть отношение ПК к БК равно П. И вот это отношение, оно и объясняет, почему у нас здесь равенство наблюдается. Вот в этой области ПК к БК примерно равны для всех потоков. Вот такой интересный факт. Ну, он объясняет сопросто поведением вероятности стационарных занятостей каналов. А что можно сказать об этих областях вот слева и справа, то есть при малой нагрузке и большой. Ну, здесь то же самое. Вот эти же кривые, которые начерчены для малой нагрузки, для большой нагрузки, они имеют вот вид, показанный на этом слайде. И если у нас нагрузка меньше единицы на канал, то вероятности они убывают. И поэтому, чем больше мы возьмем вероятности при оценке потери, тем больше будет ее значение. Вот здесь это и показано. Кривая для потока с максимальным требованием, она максимальная. А здесь у нас наоборот. Вот если у нас нагрузка больше единицы, то кривая себя ведет вот так. И здесь, чем больше мы возьмем вероятности, тем меньше будет у нас потерь. Ну, вот такие интересные свойства. Как их можно использовать? Вот использовать их можно для решения вот такой задачи. Когда мы осматриваем мультисервисные сети связи, то у нас обслуживаются несколько потоков заявок. Как планировать объем ресурса? На какие потоки ориентироваться? На какие потери? Ну, обычно рассматривают значение каких-то интегральных характеристик. Ну, берут, например, максимальную долю потерянных заявок и ориентируются на нее. Ну, можно считать долю потерянного трафика там и так далее. При этом интегральная характеристика, она не оценивает качество обслуживания отдельных потоков. Вот если мы свойством пропорциональности воспользуемся, то мы вот эту задачу можем решить вперед, даже не проводя вычисления. Если нам надо построить мультисервисный узел с потерями, максимальными потерями на уровне P-норм, то тогда для потери заявок отдельных потоков мы получаем вот это неравенство, которое следует и свойству пропорциональности. То есть, зная P-норм, мы можем оценить потери для всех потоков, которые участвуют в совместном занятии ресурса. И мы это как бы получаем даром, не проводя никаких вычислений. Так, насколько точны такие оценки? Ну, вот здесь показаны кривые для нагрузки на канал на уровне 0.8. Здесь сравнивается точное значение, характеристики и оценка. Ну, видим, что результат, точность растет, особенно с ростом числа каналов и с уменьшением требований к ресурсу. Точность приемлемая. Ну, и если у нас ро примерно равно единице, точность здесь совсем хорошая, и даже, скажем, если чертить кривую, то они просто будут совпадать точная оценка и приближенная оценка. Вот тут пришлось нарисовать таблицу, и мы видим, что точность очень хорошая. Причем, обычно, приближенные значения, полученные в той области, где планируется ресурс, где вот ро меньше единицы, оценка у нас является оценкой сверху, что тоже, конечно, хорошо. Ну, вот это такой результат, который получается, он достаточно простой, но в то же время, вот он какой-то имеет, 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 как бы, мы его можем использовать для решения задач планирования мультисервисных узлов, мультисервисных узлов. Так, ну, следующая задача, она связана с оценкой ресурса, который нам нужен для того, чтобы обслужить заданный поток трафика заданным качеством. Вот в этой ситуации у нас заданы входные параметры трафика, число потоков, предложенный трафик, требования к ресурсу, и эти числа приведены для каждого потока. Есть функционалы, о которых я говорил, это либо максимальные потери, либо какие-то усредненные потери. И дальше надо решить задачу оценки числа каналов, чтобы максимальные потери, например, были меньше заданного числа. Есть требуемый регулятор нормативное значение функционала, который мы можем использовать. Это обычная задача перебора. Мы задаемся каким-то начальным значением, но можно, так сказать, если уж совсем не думать ни о чем, можно взять число каналов равное единице и дальше увеличивать эту величину. Но если немного подумать, то начальное значение, конечно, надо брать выше, чем потенциальная загрузка узла, которую можно легко посчитать исходных параметров. Но все равно после уровня R0 мы должны совершать перебор, перебирать то число каналов, которое у нас есть. Ну вот, здесь показано, как эта задача решается, для какого-то примера. У нас есть 4 потока, есть нагрузка каждого потока, 200 каналов это начальное значение, дальше мы увеличиваем число каналов и максимальные потери падают, и вот где-то здесь у нас находится решение. Чтобы найти решение, нам надо 80 раз посчитать характеристики мультисервисного узла доступа, и причем для каждого промежуточного значения мы должны найти все вероятности ПИ, поскольку старый курс, который мы с вами используем, она требует нормировки вероятности после того, как мы эти вероятности найдем. Хотя на самом деле для расчета потерь нам не нужны все вероятности, нам нужны только некоторое количество вероятностей с максимальным заданным ресурсом. А количество этих вероятностей вот здесь сказано, чтобы посчитать потери, нам надо знать Б вероятностей с максимальным занятым ресурсом, остальные вероятности нам не нужны. Но мы их должны считать, поскольку алгоритм, который мы используем здесь, он требует нормировки всех значений. Значит, первое, что не очень хорошо, что мы проводим много лишней вычислительной работы, и во-вторых, не очень хорошо то, что вычислительный алгоритм становится нестабильным, поскольку для большого числа каналов, если когда мы выражаем все вероятности через вероятность P0, то есть когда система пуста, то мы получаем нестабильность, поскольку эта вероятность очень-очень маленькая, там 10 минус какой-нибудь 200-300-й степень. Значит, как от этого избавиться? То есть, что бы хотелось сделать? Хотелось бы рассчитать только те вероятности, которые участвуют в оценке потерь, и никаких больше, и вот как это можно сделать? Тут можно вспомнить, что эта задача была решена для моносервисной модели Ирланга. Если у нас один поток, то вот та рекурсия, о которой я говорил, это вот, она здесь представлена, это один поток, и в этом случае мы получаем значение формулы Ирланга и можем ее использовать для решения задач планирования. И что было сделано? Это как бы рекурсия не очень эффективна по тем причинам, о которых я говорил. И наши, так сказать, предшественники, кто работал в теории телетрафика раньше, предложили использовать место вот этой рекурсии, рекурсия, которая связывает значение потерь для разного числа каналов. Эта рекурсия здесь, как она получается, следует из этих слайдов, и выглядит эта рекурсия вот так. Эта рекурсия как раз заточена под поиск ресурса для обслуживания заданного потока заданными потерями. Поскольку реализуют рекурсию для разных R, мы увеличиваем R, здесь нагрузка A фиксирована, рано или поздно мы найдем то значение R, которое обеспечит уровень потерь. Если сравнить эффективность стандартного подхода и вот этого оптимизированного, то это можно видеть, насколько он лучше на этом рисунке. Когда мы используем стандартный подход, мы для каждого числа каналов находим вероятности всех состояний, которые кружочками отмечены. Если R большой, их там будет сколько? R плюс 1 на R плюс 2 делить на 2. А если мы используем оптимизированную рекурсию, которая связывает потери для разного числа каналов, мы считаем только вот эти вероятности, которые на диагонали находятся. Разница объема вычислений в R плюс 2 на 2 раза. То есть, если у нас 100 каналов, то 50 раз быстрее мы считаем. Это первый плюс. А второй плюс, мы не считаем вероятности маловероятных состояния. Состояние, когда у нас мало каналов, они вообще в расчете не участвуют. То есть, алгоритм стабилен. Вот хотелось это бы применить для мультисервисной модели. И вот этот результат сейчас на нем я так кратко расскажу. Оказывается, это можно сделать следующим образом. Ведем такое обозначение для мультисервисной модели Ирланга PSAE. Значит, S это число каналов, при которых эта вероятность посчитана, и число занятых каналов. B максимальный занятый ресурс. Максимальное требование к ресурсу от поступающих заявок. Дальше начальный шаг рекурсии состоит в том, что мы при каком-то если единиц ресурса равном R-1, вычисляем все вероятности, нормируем их, и, значит, дальше мы можем проверить, если выполняются ли у нас условия по характеристикам качества обслуживания, если нет, мы должны перейти к следующему шагу. Следующий шаг у нас будет состоять в том, что мы покажем, что для того, чтобы совершить следующий шаг в расчетах, при увеличении числа каналов до R, нам достаточно знать не все вероятности, которые здесь перечислены, а только B-вероятности с максимальным занятым ресурсом. Остальные вероятности в процессе вычисления не участвуют. И при этом сами эти максимальные вероятности у нас будут нормированными, то есть их не надо нормировать. Ну вот я пропущу алгебраические всякие действия, которые это доказывают, и приведу просто окончательный алгоритм вычисления, как эта рекурсия будет организована. Ну она напоминает рекурсию по вычислению вероятности отдельных состояний, но здесь необходимо отметить, что мы на каждом шаге алгоритма вычисляем только B-вероятности с максимальным занятым ресурсом. И эти вероятности нормированы. Их не надо нормировать. Ну вот и все. И тогда да, еще кстати, если взглянуть на эти формулы, то здесь процесс вычисления очень эффективно организован. Для вычисления всех этих вероятностей нам надо делать всего два действия. посчитать вот эту константу, а потом вот такие простые алгебраические деления совершить. То есть число операций очень маленькое. Ну и как выглядит наша рекурсия теперь? Мы вычисляем, вот если посмотреть на этот слайд, какие вероятности мы считаем. Для каждого фиксированного числа канала мы считаем B максимальных вероятностей и не больше. даже если R там у нас равно большое величине. Число рассчитанных вероятностей фиксировано. То есть мы уменьшаем число вычислений вот ну примерно R плюс 2 на 2B раз. Ну вот то есть мы добились того результата которого хотели. Можно начинать процесс вычисления с промежуточного значения числа каналов и дальше двигаться по оптимизированной версии. Ну и вот я заключаю свое выступление приведу насколько этот метод эффективен. Здесь сравнивается число операций при расчете требуемого числа каналов для разной нагрузки от 100 рланга каналов до 5000. И вот традиционная оптимизированная схема которая говорила число операций принято за единицу а традиционная значит ну сколько получится. И вот здесь при большом числе каналов там 5000 разница получается на несколько порядков. Очень хорошо конечно. Ну и последнее значит вторым позитивным положительным моментом этого подхода является то что у нас нет проблем с переполнением или исчезновением порядка мы считаем только нормированное значение вероятности состояния с максимальным числом занятых единиц ресурса и по условиям анализа модели они имеют наибольшее относительное значение если посмотреть на вот этот слайд ну значит существенное уменьшение объема работ ну и этот подход может быть реализованный для других моделей мультисервисных узлов если значение стационарных вероятности состояния удовлетворяют рекурсивным свойствам показанным на слайде 12 вот эти свойства о которых я говорил ну вот на этом я хотел закончить свое выступление спасибо большое Сергей Николаевич я всегда восхищаюсь когда современное состояние трафика докладывается за 15 минут да ну коллеги у нас сегодня семинар такой что это фактически чтение да давайте не будем открывать дискуссии по каждому я предлагаю докладу да просто послушаем у нас осталось немного два доклада я обещаю свой доклад сделать за 5 минут а Сергея Николаевич поблагодарю потому что вот я дам такие комментарии вроде бы специалисты видят знакомые например алгоритмы типа Кауфмана Робертса да но одно дело его видеть а другое дело это сделать вот и понимать качественные вещи которые он показывает на графиках вот я обращаю внимание всех на то какие представил здесь результаты профессор Степанов спасибо еще раз Сергей Николаевич сейчас Ирина Андреевна Гудкова Почеткова теперь сделает доклад вот она есть известная работа когда Гелий Балыч подводил итоги части своих работ были опубликованы статьи она с автор этой статьи и по мотивам вот этой статьи она сделает тоже короткое представление расскажет фактически понимание мультисервисных моделей в телетрафике в вот как Гелий Палыч это понимал да вот его формулировках его нотации его подходах в формулировках теорем да тоже вроде бы вещи все известны ну и небольшие продвижения вперед потому что люди всегда движутся постепенно и небольшими приращениями вот и про эти приращения вот в которых участвовала Ирина Андреевна вот она тоже успела поработать творчески с Гелем Палычем сейчас нам расскажет Ирина Андреевна Кочетпо пожалуйста Ирина Андреевна спасибо Константин Евгеньевич уважаемые председатели уважаемые гости семинара волнение трепет и радость я испытываю эти чувства с тех пор как мне Константин Евгеньевич сказал что я могу выступить на сегодняшнем семинаре и сделать доклад мой сегодняшний доклад о направлении одном из ключевых ключевых направлений Гелия Палыча которое развивалось и продолжает развиваться о том как научная прозорливость Гелия Палыча или как сейчас модно говорить визионерство позволило развивать данное направление и о том как чувствование фронтира науки позволило Гелию Палычу сформировать вокруг себя коллектив что до сих пор школа Гелия Палыча прирастает своими учениками и я одна из членов этой школы внучка научная внучка Гелия Палыча его научной семьи позвольте небольшие воспоминания скажу магистратура лекции по математической теории телетрафика строгий профессор Гелий Палыч Башарин на доске если записано не совсем корректно лямбда и мю доска вся стирается студент переписывает все материалы которые были на доске первое домашнее задание одно из четырех очень объемное и я такая отличница не сдаю это задание в срок а с полумесячной задержкой когда сдаю слышу слова что первое впечатление не изменяется ничего уже нельзя изменить и все думаю двойка мне обеспечена по курсу потом уже аспирантура первые результаты получены знаю о чем писать статью но не понимаю как что я делаю конечно же я открываю книгу Гелия Палыча Башарина лекции по математической теории телетрафика и книгу одну из книг которую Василина сегодня упоминала Башарин Бочаров Коган и с тех пор я уже не могу не только как бы писать но и мыслить без того как без формализации без введения единой системы обозначений аспирантура неожиданно для меня Константин Евгеньевич и Гелия Палыч предлагают принять участие в подготовке статьи по материалам которые были получены профессором Гайдамака и доцентом Яркиной это большая честь для меня и конечно же я очень рада и благодарна Гелию Палычу что то первое впечатление которое осталось от меня как-то немного поправилось и как раз мой доклад по этой статье в первой части собственно я пройдусь по материалам которые были изложены кратко очень в этой статье потом как модели математической теории телетрафика мультисервисных сетей именно об этом направлении я буду говорить они продолжают у нас развиваться в нашей школе и в конце зададимся вопросом а что дальше если риторическим вопросом на самом деле если будущее у моделей Гелия Палыча Башарина которые относятся к теории телетрафика мультисервисных сетей для того чтобы перейти к докладу давайте сначала определимся с терминологией мы будем говорить рассматривать сеть проводную поскольку мы исторически с вами рассматриваем сеть у нас состоит из венев предоставляются различные услуги и при предоставлении этих услуг генерируется трафик трафик двух типов первый тип трафика потоковый который в первую очередь определяется временем предоставления услуги второй тип эластичный тот который определяется объемом передаваемых данных исторически в начале проводилось исследование одноадресного потокового трафика что значит одноадресный когда для каждой пары пользователей которым предоставляется услуга происходит занятие ресурса и исследованием в этой области конечно же занимались известные профессора Франк Келли и Кейт Рос и это за рубежом в России Гири Павлович Башарин приведена его монография и Сергей Николаевич Степанов безусловно прошу прощения что я многие фамилии упускаю я говорю о ключевых скажем так и в чем состоит основное достижение здесь в том что для какой бы сложно ни была у нас архитектура сети сколько бы не было звеньев тем не менее мы в таком компактном виде можем получить стационарное распределение вероятностей мультипликативный вид так называемый и это достигается благодаря тому что случайный процесс который описывает данную систему данную сеть с адресными соединениями является обратимым время идет появляются технологии мультивещания которая экономит ресурсы то есть если на каком-то участке сети транслируются данные которые одинаковые для разных пользователей дублирования не происходит в этой области из зарубежных ученых можно ответить профессора финского профессора Йорма Виртома в России этой тематикой практически параллельно занимался кстати Евгеньевич со своей ученицей профессором Гайдамака немного отличались постановки по тем услугам которые рассматривались в одном случае в качестве услуги которая генерирует вот такой вот многоадресный трафик трафик мультивещания это была услуга видеоконференции когда пользователь инициировавший сессию после выхода из этой сессии сессия прекращается второй случай это услуга например вещательного телевидения пока хотя бы один пользователь присутствует в сети услуга будет предоставлена и ресурс будет занят также получается получить мультипликативный вид распределения вероятности несмотря на то что разные типы трафика по своему сути по занятию ресурса одноадресный режим и многоадресный режим тем не менее за счет того что данный тип трафика он ориентируется на в первую очередь определяется тем сколько времени занимается ресурс этот исходным данным у нас является за счет этого также получается получить мультипликативный вид решения он приведен на слайде данным направлением за рубежом также занимался профессор Йорма Виртома в Финляндии алгоритм который позволил более эффективно вычислять приведена статья Бусетта и Бейлота в России в РУДН параллельно с коллективом зарубежными занимался профессор Самойлов профессор Гайдамака и доцент Яркина время также идет безусловно возникает вопрос возникает потребность анализа сетей с возрастающим объемом эластичного трафика то есть того трафика который определяется объемом передаваемой информации конечно же такая дисциплина была известна ранее с точки зрения теории массового обслуживания дисциплина процессор-шеринг известна она с работой Клейн-Рока профессор Ешков замечательный обзор написал на эту тему но с точки зрения того что в сети безусловно у нас возникают ограничения как на объем ресурса не бесконечная система как в классической дисциплине процессор-шеринг накладываются определенные ограничения возникает потребность в разработке новых моделей этой тематикой также занимался коллектив РУДН теперь возникает вопрос если у нас есть и потоковый трафик до которого выполнена мультипликативность в стационарном распределении вероятности и диэластичного трафика как мы с вами видели тоже это выполнено что будет если оба этих типа трафика будут передаваться в одной сети здесь к сожалению за счет того что построенный процесс не будет являться обратимым такого ответа у нас не получится здесь уже на помощь придут приближенные методы которые можно применять для расчетов это первая часть доклада в этих моделях которые мы сейчас с вами посмотрели не учитывалась какая-то специфика сети не учитывались какие-то более детальные особенности услуг которые передаются предоставляются пользователям вот после 2010 года вторая часть доклада о том каким образом собственно модели которые Гелли Павлович предлагал они применяются и по-прежнему актуальны в различных сценариях предоставления услуг как в сетях четвертого так и последующего пятого поколения мы сейчас говорим и я покажу несколько из моделей применения моделей Гелли Павловича к анализу сценария в сетях четвертого и пятого поколения один из таких сценариев это совместная передача одноадресного эластичного трафика вроде бы мы сейчас с вами смотрели за счет того что трафик потоковый и эластичный они отличаются по своему характеру не получается получить мультипликативный вид решения но если мы в качестве данных которые мы передаем в сети рассмотрим трафик мобильных межмашинного взаимодействия например различных сенсоров датчиков которые передаются например по технологии нейробенд айоти в этом случае за счет требования технологии данные ресурсы будут выделяться не непрерывно как вот мы с вами смотрели занимая все доступные ресурсы как дисциплина процессор шеринг работает а небольшими порциями и за счет такой особенности технологии для которой проводились исследования получается мультипликативный вид решения данной тематикой перелистнула слайд занимался занималась Юлия Васильевна Гайдамака доцент Бегишев еще другой пример мы сейчас сказали уже про беспроводную сеть для оптической сети для оптической связи с учетом длин волн на которых передаются данные Юлия Васильевна и ученица Гелия Павловича Надежда Русина сегодня здесь как раз проводила исследования и тоже получился мультипликативный вид решения с учетом особенностей технологии безусловно если мы говорим о беспроводной сети хотим моделировать ее поведение то конечно же необходимо учитывать особенности радиоканала связи у нас пользователь занимает с точки зрения ресурса с точки зрения прибора не фиксированное количество этого ресурса оно будет меняться в зависимости от расположения пользователя от удаленности пользователя от базовой станции от различных преград от свойств канала таким образом не фиксированное не константа количество приборов которые у нас занимает пользователь а это случайная величина и для такой вроде бы сложной системы тем не менее все равно удается получить мультипликативный вид решения данной тематикой профессор Наумов занимается и доцент Сопин и четвертый пример четвертый пример сценария про который я хочу упомянуть это обслуживание одноадресного и многоадресного трафика тоже мы с вами говорили но не говорили в привязке к какому-то конкретному сценарию если мы рассмотрим сеть пятого поколения с технологией Нью-Радио рассмотрим серию точек доступа и пользователям которые данные услуги предоставляются опять-таки учитывая особенности затухания сигнала также получается получить мультипликативный вид и в например в коэффициенте гамма который мы видим на слайде заложены особенности как раз канала по которому происходит передача данных данной тематикой профессор Молчанов профессор Гайдамака доцент Остриква занимаются и наконец завершающие слайды а что дальше будут ли актуальны модели которые разрабатывал Гелий Павлович как мы видели на четвертом поколении на сети и на пятом мы уверены наша школа по математической теории телетрафика уверена что модели у нас не умрут еще много-много лет они будут актуальны поскольку когда мы говорим о будущих сетях сетях 2030 о шестом поколении как вы видите много разнообразных услуг соответственно различные типы трафика генерируются при их предоставлении и конечно же модели которые были разработаны они потребуются для того чтобы оценить эффективность этих будущих сетей с различными услугами и завершающей завершить свое уступление я хотела бы цитаты может быть несколько неточные как запомнила цитаты Иксатина Евгеньевича Самойлова после нас остаются только книги и ученики у Геля Павловича Башарина осталась целая научная школа которая продолжает развиваться ученики внуки Геля Павловича вы великий кстати Ученики внуки читают лекции по книгам Геля Павловича мы рассказываем на лекциях про профессору Башарина и сети телекоммуникаций действительно развиваются очень бурно появляются новые услуги и мы уверены что тематика мультисервисных сетей теория телетрафика мультисервисных сетей будет актуальна еще много-много лет спасибо 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 Ирина Андреевна у нас осталось немного времени но про Ирина Андреевну я хочу сказать самые теплые слова она правда все никак не закончит свою докторскую диссертацию так да слышно не знаю слышно да в зале меня слышно но студенты уже идут ничего страшного коллеги остался мой короткий доклад пока поставят презентацию я все-таки хочу у нас будет короткая дискуссия у нас сидят очень уважаемые профессора я хочу чтобы два слова после меня очень короткий доклад сделаю сказал Владимир Миронович Вишневский и Владимир Васильевич Рыков сказали в дискуссии ну слова связанные с крупными научными исследованиями как они все как себе они представляют это современное состояние в рамках той тематики которую мы сегодня обсуждаем а я у меня очень короткий доклад как мне листать кнопкой да и собственно этот доклад посвящен не только Геле Павловичу Башарину но его ученику Валерию Наумову моему другу вот и вы поймете почему я этот доклад делаю но началось конечно все с учителя и здесь еще сидит это посвящается из тех кто здесь присутствует Александр Ивановичу Громову сидит ученик Геле Павловича Башарина который сегодня мне принес очень интересные свои результаты вот и который занимался теми методами про которые я расскажу я не буду детали математически рассказывать да а расскажу про один из основных результатов Геле Павловича который в общем-то незаметно прошел он опубликован вот в этой книжке очень смешная аббревиатура Бахаша это Геле Павлович он любил всякие штучки он любил сокращения вот когда он говорил вы возьмите Бахаша и прочитайте говорит он это имел ввиду вот эта книжка Башарин Харкевич Шнепс вот у него были он всегда всех нумеровал Б1 это Башарин Б2 это Бочаров Б3 это Бардукова я был С1 вот и когда там начали иронизировать над некоторыми аббревиатурами да он прекратил нумерацию это вот это был его стиль вот здесь есть три ученых известных очень но про Анатолия Демьяновича Харкевича сказал Сергей Николаевич он с ним очень много вместе проработал в институте проблем передачи информации Манфред Александрович Шнепс Шнеппи к которому Сергей Николаевич тоже имеет самое прямое отношение ну вот Юлия Васильевна он сейчас в Литве да он написал что он не может не приехать не присутствовать по Тимсу к сожалению да вот из этих он один не ушел он тоже это очень крупный математик вот который сделал свой вклад в развитие теории телетрафика вот а рассказ я сделаю следующий ну есть книжка я в конце на нее еще одной книжкой закончу вклад в который сделал большой очень Валерий Васильевич Наумов этой книжки которая вот вышла в этом году в издательстве Шпрингер Нейчер вот которая посвящена как раз матрично-аналитическим методам это посвящена а первый один из первых результатов в книге Башарина Харкевича Шнепса здесь у меня цитаты из этой книги на этих слайдах да вот так как написано в книге там в третьей по-моему главе также написано и вот на этих слайдах да исследуется очень простая система сейчас она показана на слайдах системы массового обслуживания вроде бы ничего особенного в ней нет сейчас но вы поймите что это 1968 год например Б2 Бочаров Павел Петрович да защищая вот в этом кстати зале свою кандидатскую диссертацию по системе МК ЖК 1Р с помощью линейчатых марковских процессов ну кстати тогда я студентам говорю на физмате был всего один ученый совет химики физики математики присваивали друг другу ученые степени и по учительной математике Павел Петрович Бочаров защищал диссертацию вот в этом зале и вот такая простая система получила очень интересное решение как бы Гелий Павлович этому не придавал значения но потом этому было придано значение причем в международном масштабе в том числе и вот собственно говоря анализ такой системы известен достаточно хорошо строится пространство состояний марковского процесса который описывает функционирование этой системы выводится уравнение глобального баланса система уравнения равновесия здесь непривычные обозначения могут быть в квадратной скобочке берется стационарное распределение мы пишем П с индексом Ж запятая ноль а тут видите в квадратных скобках написано это довольно долго эта система обозначений применялась меня она коробила я в то время был аспирантом у Гелия Павловича были очень жесткие правила на семинарах студентам говорю аспирантам вы очень вольно себя чувствуете у каждого аспиранта была тетрадка толстая можете прийти посмотреть на мою ты приходишь на следующий семинар он говорил открой тетрадку покажи что ты написал за неделю в тетрадке и если ты ничего не написал ну либо разводил руками или потом гнал то есть всегда должны оставаться следы каждую неделю обязаны они быть эти следы и вот я нашел в своей тетрадке реферат вот этой вот части потому что он всегда считал что ты должен изучить то что сделали предшественники вот дальше Гелий Павлович хорошо очень работал с матричной алгеброй он очень любил книгу Гантмахера из Гантмахера взял вот эти аккуратные формулировки и переформулировал их то что касалось то как прийти к матричному виду решения да и вот эти две леммы лемма 1.1 она есть его диссертации докторской и вот в этой книжке которые вот для такого типа матриц и векторов да дают вспомогательный результат с помощью которых формулируется окончательная теорема я вам ее покажу дальше вот ну матрица конечная в данном случае и вот такой такие можно использовать преобразования и они очень удобны эти преобразования когда мы начинаем работать в матричном виде системой уравнений равновесия вот наверное больше всех это понятно Александр Иванович гробом вот Андрей Леонидович Толмачев в это время присутствовал при всех этих исследованиях скорее всего вот ну вообще говоря надо руками было поработать асперанту чтобы проверить все эти выкладки да во первых можно в скалярном виде получить ответ вот ответ здесь написано теорема 1.1 решение вот той системы уравнения равновесия вот написан ответ в аналитическом виде но после этого необходимо перейти к матричному виду и это вот он делает с помощью вот тех преобразований матричных Гелия Палч да вот он вводит вот такого типа вектора по-моему тут есть опечатки мне надо посмотреть но это подчеркиваю это цитата из книги цитата из книги вот вводятся эти матрицы обратите внимание на матрицу B и на матрицу B R дело в том что система конечна система конечна то же самое есть результаты в случае когда R равно бесконечно есть тоже результаты но там приходится решать специфические матричные уравнения и доказывать грубо говоря сходимость а Гелия Палч всегда нам говорил так мне некогда заниматься эргодическими теоремами я предположу конечность системы получу красивые результаты и для этого я имею основания тогда буферная память дорого стоила в компьютерах он говорит я исследую буферную память к память конечного объема и поэтому вот эта R малая всегда меньше бесконечности вот и тогда не требовалось как бы в этом имелся глубокий смысл для начального обучения в аспирантуре нам не требовалось работать в том числе в случаях когда мы получаем некоторые вещи которые требуют условия там эргодичности исследований сходимости и так далее хотя это все умели делать при этом вот и вот это теорема 1-2 конечно обратите внимание причем здесь матрично аналитическое решение вот верхняя строчка верхняя строчка вот там B матрица в степени Q перед ней стоит константа справа она умножена на известный вектор V и ясно что это вот и есть матричная прогрессия да в частном случае когда К малая будет равно единичке мы получим просто известное решение для системы MM1R например и вот этот результат очень довольно долго пролежал довольно долго ну и здесь следствие есть следствие которое использует вот эти результаты вот эти матричные соотношения получены Гелия Павловичем я в свое время крутился крутился с ними потом Гелия Павлович ну ты сходи говорит в комнату 304 там тебе что-нибудь скажут старшие а старшие вот был Александр Иванович Громов Валерий Арсеньевич Наумов Владимир Кокотушкин ну любимые его ученики они там курили все время играли в кости иногда давали советы молодым аспирантам им помогали мне разбирать вот эти результаты и вот эта матричная прогрессия сыграла очень большую роль дальше в жизни школы да ну Валерий Арсеньевич конечно он честный математик он след сейчас я покажу это вот последний слайд да верну перед этим он конечно сделал анализ предшественников говорит ну до нас в линейной алгебре было сделано столько что конечно есть формулы но именно в таком компактном форме для именно этих систем массового обслуживания наверное результат в таком виде записанной можно увидеть впервые и дальше он продолжил этим заниматься продолжил заниматься с профессором Бочаровым вместе там была длинная история ее наверное лучше знает вот например Владимир Виронович Вишневский Владимир Васильевич Рыков знает эту историю появились результаты Бочарова и Наумова потом результаты Бочарова я говорю только про школу по системам типа PHPH вот Павел Бочаров довел эти результаты до высокого уровня он стал рецензентом журнала Ньютса вот но тем не менее Наумов считал что конечно то что написано у Ньютса содержится в нескольких статьях школы в нескольких штатях школы и вот Юля Юля Васильевна про это коротко сказала вот он в определенный момент ну Валерий Васильевич добился своего и он попал в лабораторию Ньютса и сделал там доклад о приоритетах он показал наши результаты не вот с этого он начал результаты который здесь написан да ну присутствовал и начальник они посмотрели они их да говорят все действительно все так но мы не читаем по-русски статьи на русском были написаны мы не читаем по-русски вот ну и на этом собственно исследования казалось были бы прекращены но мы я сейчас пропускаю просто некоторые детали да я долго ходил и у Юлии Васильевны в конце концов это удалось мы долго говорили с Валерием Сенчем ну для того чтобы зафиксировать то что было в школе для этого до этого и попроще и вот появилась эта книжка в этом году она была напечатана вот здесь четыре автора и центральная часть книги написана Наумовым вот но Наумов Валер такой человек он когда пытается написать то что он раньше сделал он получает новые результаты к сожалению недоступные для чтения простым людям как правило вот ну и здесь он в этой книжке изложил изложены конечно основные результаты я смеюсь но тем не менее это так он всегда когда выходил читать лекцию Валера он у доски он всегда теорему доказывал сам даже известную теорему и пытался доказать ее по-своему вот эта вот книжка была издана и в ней есть результат зафиксирован вот тот что он рассказывал в том числе в лаборатории Ньюца Валерий Сенч вот ну и там есть в терминологии разночтение потому что он называет МЦ потоками и наум отсчитывает далеко назад гехманную скорокоду теперь называется ММПП потоками МАП потоками да ну вот есть терминология разная но мы спокойно к этому относимся а чем важна эта книжка для нас я вот на этом завершаю сегодня да тут есть предисловие к этой книжке профессор Руда Кригер это друг Валера Наумова наш друг он очень хорошо знает советскую школу математическую нас хорошо знает часто к нам приезжает в ИПУ очень часто бывает в институте проблем управления он высоко ценит советскую российскую школу в область теории вероятности теории массового обслуживания его слова которые вот здесь написаны на английском языке я собственно готов имя завершить да он тут написано ну это выдержка да что все мы стоим на плечах гигантов вот и он сюда включил в этот список тех кто попал на вот этот конгресс ИТК в 1991 году и в том числе вот он здесь именует Башарина и Бочарова Павла двух да ну честно сказать вот я на плечах этих двух гигантов стою их портреты в галерее выдающихся ученых факультета находятся висят на стене да их именами названа научная школа наша вот для меня они бесспорны это именно те ну как мы дальше отталкиваясь от их трудов можем расти вот на этом я завершаю свой доклад да вот я приветствую всех кто здесь находится я очень рад что я вас всех здесь вижу вижу всех учеников вот и буквально еще у нас такая дискуссия скорее выступление да здесь сидят очень уважаемые люди я никого не хочу обойти совершенно да но тем не менее вот есть люди которые присутствовали при всем вот и вот я обращаюсь к Владимиру Мироновичу Вячеславу во-первых да Владимиру Мироновичу а я могу дать вам микрофон вы хотите сюда выйдите как вам удобно может может с места да заслуженный деятель науки Российской Федерации профессор Вячеслав Вячеслав профессор МФТИ заведующий лабораторией Института проблем управления Российской Академии наук и он наш друг так скажем да естественно да спасибо уважаемые коллеги так сказать очень приятно всех видеть очень много с многими людьми так сказать я вот не виделся и здесь когда собрались именно люди которые почтить память на мой взгляд выдающегося ученого Геря Павловича Бажарина с которым мне посчастливилось ну некоторое время работать вместе я не являюсь учеником Геря Павловича так сказать но тем не менее он был инициатором и я тогда активно так сказать поддержал этот вопрос организация семинара у нас в институте в институте проблем управления значит результаты этого семинара определили для многих молодых людей на направлении дальнейших исследований ну на сегодняшний день конечно эти вот результаты Геря Павловича они мы сегодня слышали так сказать замечательные доклады из которых следует сказать что они остаются живыми результатами и активно используются в современных исследований ну всех учеников Геря Павловича и просто последовательных я не буду так сказать повторяться так сказать это очень короткая так сказать спич так сказать я специально даже не готовился и презентацию не делал но хочу остановиться на одном результате о котором вот Константин Евгеньевич тоже вскользь сказал а именно на создании теории марковских потоков коррелированных марковских потоков которые были разработаны научной группой Геря Павловича Башарина на сегодняшний день в западной литературе об этом к сожалению не упоминается но тем не менее МС так называемые потоки или марковские потоки точнее потоки управляемые марковской цепью это стали основой ну вообще говоря целого направления исследований теории очередей вот такие исследования в то время велись в СССР вот под руководством Геря Павловича Башарина и в Штатах под руководством Нюца при этом практически одновременно были окончательные результаты которые оформились в виде так называемых марковских потоков и чуть позже так сказать это групповые марковские потоки ну после этого появились сотни статей по исследованию систем массового обслуживания у Владимира Нероновича есть книги на эту тему ну извините это сотни статей так сказать но при этом к сожалению к сожалению вот не упоминается имя Геря Павловича Башарина считается что это разработки группы Ньюца почему важны вот эти вот системы с коррелируемыми потоками первоначально ну вот идеолог датский датский ученый инженер Ирланд который создал теорию очередей он начинал так сказать способность с входных потоков с экспоненциального времени обслуживания это было оправдано потому что это исследовались телефонные сети ну известно что много мелких потоков это значит сумме создают я говорю популярным языком на сегодняшний день так сказать значит создают пласоновский поток это аналог некой предельной теоремы теории вероятности и действительно в телефонных сетях много абонентов передают так сказать значит свои сообщения в центр так сказать и таким образом образуются пласоновский поток однако с созданием с появлением сетей компьютерных в которых реализовывалась не значит пакетная коммутация и быстрым и очень интенсивным развитием таких сетей появилась потребность в исследовании коррелированных входных потоков именно там они работают если использовать модель пласоновскую то можно получить очень большие погрешности поэтому то что сделано Башарином Герри Павловичем его научной группой а также группой Ньюца ну очень важно для развития и теории очередей и математической модели исследования современных компьютерных сетей очень жаль что вот в западной литературе так сказать значит это ну замалчивается вот такой результат Герри Павлович будут учить русский язык да значит мы постарались эту несправедливость убрать значит книги опубликованы на русском языке Вишневский Дудин Клеменок большая книга она так называется в очереди теория очередей скоррелированная под одним потоком так называется значит в девятнадцатом году она была опубликована а затем переведена на английский язык в двадцатом году так что могли почитать и западные люди которые плохо знают русский язык к сожалению так сказать значит вот эту несправедливость мы как-то подробно описали и убрали да ну и вообще в заключении хочу сказать что ну для любого ученого очень важно чтобы дело продолжалось я очень рад так сказать что вот на кафедре Статина Евгеньевича Самойлова ну дело Герия Павловича так сказать не только развивается так сказать оно бурно развивается спасибо конечно уже 35 человек да 35 человек спасибо Владимир Миронович что я еще хочу сказать вот я сейчас слово дам Владимиру Васильевичу Рыкову вот здесь в РУДН развиваются параллельно несколько направлений ну вот Владимир Васильевич Рыков рекомендую сюда пожалуйста идите Владимир Васильевич да я сейчас его всегда позиционирую как руководителя крупной школы по теории надежности по теории надежности у него есть школа внутри РУДН у него есть и ученики и вне РУДН но и в РУДН есть своя школа которую мы всегда отмечаем вот и Владимир Васильевич очень хорошо знает со своей стороны развития вот этих школ РУДН и в том числе сотрудничает спасибо пожалуйста но как-то в школу вы меня пока еще не включили надеюсь что может быть со временем внутри РУДН самое главное начать да начать внутри РУДН такая школа может быть и образуется что касается вот наших исследований то в рамках исследований систем надежности из риски к ним связанных с ними мы занимаемся в основном такими важными вопросами как нечувствительность или чувствительность это устойчивость выходных характеристик систем по отношению к виду распределения входных характеристик ну классическая первая работа на эту тему это работа Севастьянова которая значит обобщает формулы Ирланга на случай произвольного обслуживания произвольного распределения времени обслуживания с сохранением математического ожидания значит в этом направлении дальше пошли различные исследования включая исследования Соловьева и Борис Владимирович Гниденко для систем надежности мы как-то так вот эти исследования немножко подхватили и стали исследовать их в разном направлении для разных систем кое-что здесь удалось получить в том числе и не только для систем надежности но в частности и для систем мультисервисного обслуживания которых сегодня Ирина Андреевна Кочеткова упоминала как-то мне показалось обидным что она не упомянула значит вот нашу статью в автоматике и телемеханики еще была статья о прозрачных требованиях которая была с подачи Константина Евгеньевича сначала такая совместная небольшая публикация опубликована для показательных распределений вот в этой статье о непрозрачных требованиях она была обслужена она была обобщена на требования произвольного вида и в этом смысле ее можно рассматривать тоже как некоторую проблему связанную с нечувствительностью у меня есть маленькая претензия к Юльбасильни которая об этом упомянула как-то очень вскользь своей диссертации но значит эта статья надо сказать дала направление развитию вот этого самого мультисервисного телевизионного обслуживания когда значит подключающийся клиент продолжает работать в том режиме в котором раньше обслуживалось это мне напоминает кинофильмы в Соединенных Штатах там значит кинофильмы крутятся непрерывно можно прийти смотреть фильм с середины можно уйти и это будет дальше продолжаться вот такие такие модели они оказались полезными в этой самой статье они правда вот под некоторым новым названием появились как непрозрачные требования и в дальнейшем были использованы по существу для других моделей ну что касается Гелия Павловича Башарина значит я не был его учеником но отношу его к своим учителям по жизни значит он меня много много чему научил в этой жизни ну я не буду говорить о деталях познакомились мы с ним я даже не знаю где видимо на семинаре на семинаре Бориса Владимировича Гнитенко и ну в диссонанс не возражая против того что говорилось сегодня на открытии доски в диссонанс все-таки я хочу сказать что характер Гелия Павловича был не масло и не шоколад и в общем человек даже хуже иногда да это известный и в РУДН правда в РУДН как-то умело так сказать демпфировать эту ситуацию но видимо вот из-за своего характера Гелий Павлович в одно время оказался без работы я работал в лаборатории в ЦНИК Центральный научно-исследовательский институт комплексной автоматизации об этом сегодня упоминалось в РУДН правда говорили что действительно часть этой комплексной автоматизации равна нулю но это в общем-то не совсем так потому что действительно ЦНИК занималась и атомными электростанциями и созданием автоматики для них так что кое-что полезное было в этом ЦНИК и был там отдел который назывался вычислительным центром в этом отделе была лаборатория по-моему математических методов где были несколько молодых людей в том числе я а начальника не было и вот надо было найти начальника я предложил эту должность Гелю Павловичу и он был начальником нашей лаборатории с моей подачи в течение года или небольшого до тех пор пока не перешел сюда в РУДН вот это вот история связанная значит с моими взаимоотношениями с Гелем Павловичем помимо того что конечно много и других других задач которыми я стал заниматься пошли в общем-то от него поэтому я надеюсь что в том числе и управляемые системы которые впервые значит вот само название управляемые системы массового службы с подачи Бориса Владимировича Гнеденко был написан обзор про управление аж в 75-м году и вот с тех пор эта терминология как-то начала играть и заиграла так что я во многом обязан Гелю Павловичу Башарину и очень рад что сегодня состоялась такая презентация его деятельности его заслуг и надеюсь что действительно и не только возможно в РУДН как-то эти идеи и работы будут продолжаться благодаря семинару на котором мы сегодня присутствуем у которого очень много соорганизаторов и в том числе в Сибири спасибо за внимание спасибо спасибо Владимир Васильевич Владимир Васильевич очень много историй я студентам тоже говорю да он действующий профессор у него можно учиться очень интересным вещам приходите к нему ну у нас осталось совсем немного пришел я очень конечно уважаю математиков да вот встает Андрей Николаевич Соболевский директор института проблем передачи информации проходите сюда проходите очень скромный человек который руководит тем самым институтом в котором в том числе работал Гелий Палч ну большое спасибо что пришел еще раз Андрей Николаевич ну и хотя бы два слова нашему семинару в завершении его да ну первое из этих слов это слово извинения потому что я действительно должен был прийти в начале пришел в конце но с другой стороны кажется я пришел в момент когда стало уже ясно что семинар прошел ничего Иван Иванович представил да разумеется Иван Иванович один руководитель института он ученый секретарь что я мог бы сказать Гелий Палч прожил фантастически долгую жизнь вот он на 91 году жизни скончался не изменяет память сегодня отмечается 95 лет погрешность меньше 5 процентов это в общем очень небольшая разница все кто имеет дело с физикой техническими системами понимают что в общем Гелий Палч почти среди нас я к сожалению с ним не пересекался совершенно я работаю в нашем институте меньше 15 лет и это в общем совсем другой кусок истории но что я хорошо знаю что имя Гелия Палч и его результаты и как бы тематика его работ которые в нашем институте проводились вот в тот легендарный период когда впервые изобретались технологии впервые появлялись те понятия которые сейчас являются как бы уже само собой разумеющимися в телекоммуникациях вот научные результаты Гелия Палча записаны что называется золотыми буквами на скрижали в истории института и надо сказать что выражение скрижали в истории института здесь имеет точнейший смысл есть большой текст Иосифа Абрамовича Овсеевича о истории науки в институте Иосиф Абрамович это человек который вместе с Харкевичем создавал лабораторию систем передачи информации вместе с Александром Александровичем Харкевичем получил Анатолий Демьянович Харкевич и кто-то из наших великих стариков Юрий Вольфович отметил что в институте одновременно работало два Харкевича не родственники другого Александра Александровича Анатолий Демьянович. И одновременно работал два человека с отличающим именем Гелий. Один из которых как раз Гелий Павлович. Вот. В общем, есть этот текст Иосифа Промышева, в котором перечислены все тематики и все имена. Иногда просто перечислениями там огромными на абзац, иногда с какими-то пояснениями, которые он посчитал важными для развития института. И вот Гелий Павлович там очень заметное место занимает. В общем, я сожалею, что действительно с этим очень интересным человеком, ярким не пришлось пересечься, но вот в должности руководителя этого института я очень рад, что не просто 95 лет, не просто научный семинар в его честь, но даже еще и материальный знак, который студенты, преподаватели и все гости этого университета будут видеть много лет, что все это появилось. Большое спасибо. Спасибо, Андрей Николаевич, спасибо. Спасибо. Я обращаюсь тоже ко всей молодежи. Вот этот вот институт, видите, какой у него это самое, логотип, да, логотип какой, да, играет в нашей жизни очень большую роль. Очень большую роль играет, стоит клеймо этого института на всех диссертациях на наших, на наших выступлениях, оппоненты, соучредители этого семинара. И вот я приветствую всех. Давайте завершать вот эту часть семинара, я считаю. Мы очень славно поработали сегодня. Ну, уложились срок, полтора часа, да. Я предлагаю просто на этом проставить промежуточную точку. У нас впереди очень много еще всяких обсуждений. Собрались все ученики, собрались все, кто хотел побывать на сегодняшнем мероприятии. Дальше я предлагаю сделать следующее, если, короче, эту часть закрыть. Всем большое спасибо. Спасибо тем, кто слушает нас в сети. Я перед вами извиняюсь, что не дал никому слова. Так получилось, вот, потому что вы знали программу семинара. А сейчас я всех приглашаю участников перейти к части, которую мы назовем ужин, да, и где мы продолжим. Сейчас мы сделаем групповое фото. Готовьтесь, да. Женщины вас отсюда просто так не отпустят. Вот. Вот здесь вот все выстроимся. И да, Ирина Андреевна, да, вот здесь делаем фото. И потом нам 10 минут для того, чтобы спуститься, одеться в холл университета. И оттуда выйдем на улицу. Три минуты по дороге на метро Шабловской. Слева будет такой, называется, империя. Да, и нам там накрыт стол. Я всех приглашаю. Я всех приглашаю. Пройдем, кто-то оставлял одежду у меня в кабинете, пройдем через мой кабинет. Ну, 10 минут на сбор после фотографирования. Ну, 10 минут на сбор до в холле университета. Коллеги, давайте вот здесь вот все соберемся и снимемся. Всем большое спасибо.